Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии мы будем разговаривать об актуальной проблеме, которая касается всех и каждого. Мы будем говорить о семейных проблемах, об отношениях мужчины и женщины. Мне хотелось бы спросить гостю нашей студии, психолога Аллу Громову, в чем же основные проблемы, с чем приходят люди, на что жалуются в отношениях между мужчинами и женщинами. Возможно, есть какая-то причина, на ваш взгляд, необычная с точки зрения психолога. Действительно, такой вопрос очень часто задают, и, наверное, это на самом деле самый-самый важный вопрос сейчас. Люди сравнивают в своем сознании, внутри себя мужчин и женщин, которые есть сейчас, с тем, что мы знаем по истории или знаем по рассказам наших бабушек и дедушек, и мы видим, что совершенно разные несут на себе функции мужчины и женщины по отношению к тому, что было раньше. И мы наблюдаем, что те качества, которыми мужчины должны, в общем-то, славиться, это мужественность, это сила. Это очень важно. То есть возможность экономически обеспечить свою семью, добиваться чего-то. Немалое качество такое, как амбиции, то есть целеустремленность что-то в жизни делать. Сейчас сфера бизнеса, раньше это была, может быть, война и охота. Мы видим, что сейчас эти качества постепенно, но, к сожалению, очень четко это видно, они переходят к женщинам. А это волнует больше мужчин или женщин? Это волнует и женщин, и мужчин. Потому что женщины вынуждены взять на себя сейчас такую роль, как добытчика. Ведь ни одна женщина, поскольку она мать, не оставит своего ребенка голодным. Если она будет видеть, что ее муж, ее мужчина не зарабатывает достаточное количество денег, она не будет думать очень долго, она пойдет работать. Причем это уже у нас известно очень много. Работать она будет и на одной работе, и на двух, и на трех работах. Ребенка она никогда не оставит голодным и свою семью. И с одной стороны, получается, что женщина вынуждена те качества, те характеристики мужчин, которыми раньше мужчина славился, брать на себя. А с другой стороны, получается, что мужчина эти качества теряет. И когда он видит, что женщина эти качества забирает, по психологии мужчина, к сожалению... Это его беспокоит? Это его беспокоит. Он упускает этот шанс, и у него нет сил дальше эти качества себе развивать. С чем это связано? Это связано со многими аспектами. Если начинать, может быть, с самых больших корней, то, я думаю, всем, и женщинам, и мужчинам, будет очень интересно понимать суть вопроса, связанной с биохимией нашего организма. Это вопрос гормона. Гормона тестостерона – это мужской половой гормон, и женского гормона – это гормон экстраген. Когда вот этот вопрос встал о мужских и женских качествах, ученые же об этом очень много думают. И с точки зрения психологии, и с точки зрения питания. И вот первое, с чего мне хотелось все объяснить, это с точки зрения науки. Потому что действительно мужчину и женщину отличие в чем? Ну, физиологически мы знаем, в чем, конечно, отличие. А на уровне молекул, на уровне механики нашего тела отличие в том, что у женщин экстраген – гормон, у мужчин – тестостерон. Превалирует. Да, это тот гормон, который именно формирует мужские или женские, не только физические качества, но, самое главное, и психологические качества. И получается так, что, изучая химически эти два гормона, мы видим, что химическая структура гормонов отличается очень незначительно. Всего лишь на один атом водорода, на один атом H. В женском гармоне этот H есть лишний, в мужском гармоне тестостерон его не хватает. И когда происходят неблагоприятные психические моменты для мужчины, или он неправильно питается, или попадает в ситуацию стресса, как сейчас, например, кризис, или когда у мужчины даже взят кредит, он не может расслабиться, то происходит следующее. Первое. Тестостерон очень мало начинает вырабатываться, то есть он резко падает в количестве, которое должно быть в организме. А второе, эти психологические внешние факторы и неправильное питание делают такой процесс, что тестостерон забирает еще один дополнительный H и превращается в экстраген. А физиологически с чем связано? Я думаю, нашим зрителям будет очень интересно, почему именно тот же кредит, и какова уже связь, почему именно тестостерон падает, количество тестостерона, из-за того, что у человека не хватает денег. С чем связано это исторически, может быть, как-то выработалось рефлекторно? Это связано с тем, что сам по себе тестостерон отвечает в организме мужчины. За что? Ну, это понятно уже за потенцию, за потомство. Естественно, отвечает за мышечную массу в физическом теле. Мы с вами знаем, что мужчины и женщины даже вот мышечно отвечаются. И как раз самое главное, за что тестостерон отвечает, это за качество мужчины, вот то, что мы сейчас теряем. То есть это амбиции, это возможность чего-то в жизни добиться, перенести домой достаточное количество денег, обеспечить свою семью. Активность, агрессивность. Агрессивность, безусловно. Состояние того, что он вообще хоть что-то может добиться. То есть все те качества, которые в социуме, в бизнесе современном жестком, по идее, мужчине нужны. За это отвечает тестостерон. То есть тестостерон в состоянии обеспечивать тот уровень энергии, который, в общем-то... Мужской энергии, мужского качества. Который позволяет ему быть именно добытчиком и превалировать над женщиной в каких-то основных моментах. Выполнить свою социальную задачу. Ну и вследствие таких причин, мне кажется, возможно же это как-то урегулировать. Почему проблема такие тотальные масштабы приобретает? Ведь мы не случайно говорим, что вымирают в нашем обществе мужчины. Но не мы с вами говорим, а существует такая точка зрения, что и дети у нас рождаются больные, и мужчины вымирают. Но это глобальная проблема. А неужели человечество ничего не может противопоставить? Если всего лишь проблемы психологические какие-то и питание, как вы говорите. На самом деле оно звучит так просто, но в той обстановке, в которой мы сейчас живем, это не очень просто. Давайте посмотрим на психологический аспект подробнее. Сейчас женщина вынуждена брать на себя вот эту роль больше и добытчика в том числе. Она идет зарабатывать в бизнес. Даже очень часто бывает, что если два родителя работают в семье, денег не хватает, чтобы семья на уровне существовала. На том уровне, который они считают достаточно? На том уровне, который мы считаем, даже в социуме считается достаточно, потому что машина, потому что обучение ребенка, все эти процессы. И когда женщина начинает эту нишу завоевывать, она идет на работу, она делает карьеру. А очень часто, у нас женщина же более гибкая по своей психике, поэтому карьера ей дается. Ей дается больше деньги, ну даже, можно сказать, меньшим трудом, чем мужчине, потому что у нее энергии больше. Это связано с тем, что женщине дана функция рождения ребенка. И мужчина в чем-то суть. Он видит, что женщина добивается большего. Именно это психологически для него является самым негативным фактором. Его амбиции, получается, ущемляются. Он видит, что женщина, которая слабее его, получает больше, добивается большего. И здесь возникает проблема, что если женщина мужчине не поможет, то, скорее всего, происходит, как это в большинстве случаев. Тестерон начинает падать, значит, опять же, падает качество мужественности, агрессии, амбиции и так далее. Никто мужчине не помогает, оно продолжает падать, он продолжает видеть, что женщина добивается большего. И, в конце концов, деградация происходит. Позвольте, мы говорим о мужчине, как о ребенке, которому нужно помогать. Хорошо, ладно, я согласна. Давайте мы будем ему помогать. Каким образом мы будем ему помогать? Современная женщина, ну вот уже современная женщина, видя до какой ситуации дошли разногласия и изменения качеств мужчины и женщины, большинство современных женщин считает нормальным, например, к мужчинам относиться с высоты, с высока. То есть с унижением, обсуждать своих, например, даже мужей. При людях, при своих подругах, при самом человеке. То есть вот это вот негативное психологическое проявление, эта женщина могла бы убрать, например. То есть если вы своего мужа, своего любимого человека будете больше поддерживать, хвалить, восхищаться им, даже если пока еще нечем особенно восхищаться, то тогда это со стороны будет повышаться, и у человека есть шанс чего-то добиться. Но здесь, знаете, еще, наверное, аспект есть очень более глубокий. В природе предусмотрено так, что любая самка, прежде чем выбрать самца, она анализирует его на уровне биополя, то есть своей интуиции, на тестостерон, на его мужские качества. А на физическом уровне она смотрит, кто сильнее. И всегда в природе любая самка выберет только такого самца и родит от него детей, который сильный. У нас в человечестве, в нашем обществе происходит так, что женщина такой, ну какой конкурс, я не знаю, не устраивает. Она не задумывается о том, что изначально качества, которые есть в мужчине, они будут влиять на ее семью, на ее детей. И если мы выбираем человека, который слаб же нас, если мы этого, мало того, начинаем за этого человека все делать, то есть проявляться в качестве, в роли мамы, то есть матери этому человеку, как к ребенку относиться, то тогда мы только поощряем разрушение тестостерона. Но может быть такая ситуация, что человеку удобно просто-напросто лечь на диван и лежать. И говорить, дорогая, ты меня не ценишь, ты меня не поддерживаешь, и я хочу, чтобы меня еще больше хвалили, и лежать себе полеживать. И это, в общем-то, порочный круг. Есть ли возможность у женщины его разорвать каким-то образом? Если такой порочный круг уже возник, и данный мужчина уже настолько расслабился, что для него не имеет такого большого значения недостаток его семьи, то есть если он уже опустил руки, то выход такой женщины достаточно жестко проявится к этому человеку. Ну или поставить условие очень жесткое, что если он из этого состояния не выходит, тогда даже может быть и разойтись в разные стороны. Эта жесткость уже нужна в том случае, если действительно человек уже лежит на диване, и как раз говорит, я самый хороший. Паразитирует. Паразитирует, это безусловно. Если взять и пофантазировать, давайте представим, что большинство женщин вот так, ну какой-то жесткий такой барьер поставят своему мужчине. Что если такого, вот ты не будешь стремиться, ты не будешь зарабатывать деньги, зачем тогда вообще наши отношения нужны? Тогда получится, что этому мужчине никакой другой женщине невозможно будет прибиться. Другая тоже ему скажет, нет, мне нужен соответствующий уровень твоих мужских достоинств, твоих мужской силы. Тогда мужчина, попав в столь жесткую ситуацию, действительно будет зарабатывать деньги. Ведь, посмотрите, исторически в странах, которые не столь высоко развиты, как вот мы гордимся Америкой, европейскими странами, своей страной гордимся, а страны, в которых очень низок экономический уровень, мужчины более мужественные, даже в той же Индии. Потому что там остается необходимость зарабатывать, и женщины достаточно жестко проявляются в этом отношении, что если мужчина ничего не запутал, то он не может быть отцом семейства. Давайте вспомним Коран. В Коране написано, что мужчина может иметь четырех жен, но в случае, если он экономически их обеспечивает. И там же есть очень интересная фраза о том, что если мужчина не может экономически обеспечивать семью, или если он подвержен алкоголизму или наркомании, он не имеет права иметь семью. Вот если женщина хотя бы этого будет придерживаться, ну и мужчина в том числе, то уже этот порочный круг будет разорван. То есть женщина, допустив такого мужчины до создания семьи, допустив вот до того, что эта женщина начинает жить, и допустив такой шанс, что она рожает ребенка от такого мужчины, конечно, мы порочный круг и замыкаем. Давайте поговорим о том, есть ли стереотипы определенные женского поведения, которые можно для любого мужчину превратить в такое безвольное лежащее на диване существо, определенный тип женщины. Предположим, такая же модель семьи существовала у ее мамы, у бабушки, и у нее сформировался вот такой стереотип поведения, набор черт, может быть, каких-то, то, что мы говорим, жизненный сценарий какой-то. Как это можно изменить? И вот, во-первых, как это выглядит со стороны? Может быть, кто-то себя может узнать вот в этом портрете, если вы нам обрисуете. И как-то можно изменить, может быть, практически несколько советов. Как это обрисовать? Ну, вы уже упоминали, что, в общем-то, женщина ведет себя, может быть, часто как мама, да? Да. Она берет на себя какие-то решения проблем. Именно это самая страшная черта, что женщина биологически, имея гораздо больше потенциал энергии, чем мужчина, она его имеет биологически, потому что ей нужно ребенка рождать. То есть ее такая функция. Поэтому для нее, в общем-то, несложны все эти задачи, которые стоят в экономике. Поэтому женщине, и она никогда не оставит именно по своим сущностным инстинктам ребенка голодным, ей гораздо проще действительно бывает пойти, идти зарабатывать деньги. Она начинает проявлять очень сильно волевые качества, которые постепенно переходят в качество подавления, в качество даже унижения. У нас ведь сейчас есть такой термин «мужчина-подкаблучник». Женщина в семье превращается, ну, я не знаю, в фурию, да, в агрессора, в… Какие-то слова приходят только отрицательные, к сожалению, на ум. Ну, это можно понять, потому что она устает и дома делает работу, и на работе выполняет, в общем-то, свои обязанности. Приходит домой уставшая, не успевает восстановиться, и недовольство этой ситуации, в общем-то, копится. Какой выход здесь? Тоже лечь рядом на диван и лежать, умирать с голодом? Если человек не хочет что-то менять, если вы сталкиваетесь с тем, что от мужчины только отговорки, только мечты, только по принципу «я подарю тебе эту звезду» и только какие-то фантазии, тогда надо решать, возможно, вопрос кардинальный. Но, в общем-то, такие мужчины, они привыкли женщинами манипулировать, они всегда находят в себе оправдание, «Ах, я болею, предположим, ах, меня не понимают, не ценят, я должен найти там себе определенный уровень работы». Они считают, что какая-то работа не для них. И они манипулируют женским сознанием, там, в общем-то, играя на каких-то струнах души. Есть ли возможность у женщины противопоставить? В принципе, я не за манипуляцию. Вот такие отношения. Но, тем не менее, большинство пары играют в эти игры. Может быть, есть возможность как-то эту манипуляцию свести на нет или что-то противопоставить женщине вот подобному поведению? Вы знаете, самый сложный вопрос, когда семья уже создана. Потому что нельзя сказать у человека, который пришел, все разводись. Там всегда нужно искать шансы что-то изменить. Поэтому по этому вопросу взять и дать один ответ для всей студии, для всех людей невозможно. Я могу дать четкий ответ для женщин, которые только собираются еще создавать семью, что если вы не дали шанса мужчине сформировать свою финансовую позицию в социуме, если вы торопитесь выскочить замуж, там, вам 18, 20, 25 лет, вы очень хотите это сделать быстрее, быстрее родить ребенка, вы не дали шанс мужчине создать экономическую базу, то дальше произойдет следующее. Он базу экономическую еще не создал, брак уже создали. Как правило, женщина является инициатором брака и рождения ребенка. Соответственно, рожден ребенок. Вы понимаете, что денег нет. Вы начинаете его пилить. Вы начинаете ему говорить, что он плохой. Вы начинаете его дергать. И тестостерон продолжает падать. Не надо входить в этот порученный круг. Изначально незачем выходить замуж, скажем, в 15, 16, 18, 20 лет. И выходите замуж за человека, который вас действительно обеспечит, и вашего ребенка. Конечно, чувство любви, привязанности, все замечательно. Но мы же живем в стране и в мире, где отношения сексуальные уже не только в браке могут существовать. Почему не быть вместе, не поддерживать отношения, там все замечательно, но рождать ребенка рано, создавать брак рано, если человек еще, мужчина, финансово не оформил свое положение, это в этот порученный круг просто войти и зафиксировать его. Ну, мужчина может и не зафиксировать, собственно говоря, не создать никогда, в общем-то, свое финансовое положение. Ему будет достаточно средств, которые он тратит только на себя, и он прекрасно будет существовать в этом статусе всю жизнь. И каким же образом тогда будут рождаться дети? Ну, хорошо. Мужчина может войти в такое состояние, быть в таком состоянии, что ему этих средств достаточно, безусловно. Но женщина же не может с этим согласиться. Ведь ей нужно не только поесть, ведь у нее еще ребенок. Нет, но у нее... Вот вы призываете к тому, чтобы не выходить замуж и не рожать детей, пока мужчина не достигнет определенного статуса, и финансового в том числе. Но вот он может, я повторюсь, что он может привыкнуть, когда он привык обеспечивать только себя. Ему вполне хватает денег на себя, и он не рассчитывает уже в дальнейшем тратить его на какие-то, так сказать, на продолжения потомства. Может быть, его вполне устраивает такая ситуация. Ну, если бы это устраивает. И большинство мужчин, в принципе, в нашем мире очень тяжело зарабатывать деньги в период, предположим, кризиса. Постоянно получают всякие вещи, да? Несно. Особенно в нашей стране стабильности нет. И, в общем-то, людям может быть легче тогда существовать по одному. Как будут, в общем-то, складываться семьи в таком случае? Если мы будем призывать не торопиться. Если мы... 40 лет уже, в общем-то, поздно. Рожать детей? Нет. Особенно с низким уровнем тестостерона и болячками нашей. Если низкий уровень тестостерона у мужчины в любом возрасте, то женщина, родившая от него ребенка, она рождает мальчика, у которого уже будут проблемы с мужской функцией. То есть во втором, в третьем поколении, если вот так мы берем в мужья мужчин, которые не сформировались как мужчины, то есть у них недостаток мужественных качеств и, соответственно, тестостерона в крови, то тогда в третьем, четвертом поколении наши мальчики будут бесплодны просто. То есть они или превращаются в девочек. Когда нехватка тестостерона, когда начинает превалировать в мужском организме экстрагент, женский гормон, мужчина превращается в девочку. Мне бы хотелось немножко резюмировать то, что мы уже обсудили. То есть мы говорили о том, что, в общем-то, поведение женщины может стимулировать падение тестостерона у мужчин. Ну, в общем-то, это мы отдаем на откуп уже самим мужчинам, которые могут позволить то, что кто-то влияет на их уровень тестостерона. Могут ли мужчины сами повлиять на уровень тестостерона самостоятельно, если они хотят? Безусловно. Наверное, сначала им стоило бы со своим тестостероном разобраться, а потом уже к женщинам подходить для более глубоких отношений. Может быть. Итак, что мужчина может сделать для своего тестостерона? Самое первое – это здоровый образ жизни. Вот современный мужчина, есть такой анекдот, извините за отклонение, ребенок подходит к своему папе и говорит, папа, а у тебя такой большой живот, это от пива. А папа говорит, да ты что от пива? Для пива. Вот, пожалуйста, это позиция мужчины. То есть, если здоровый образ жизни человек будет вести и, соответственно, у него будет нормализован вес, то тестостерон будет в норме. Как раз вот это вот отложение животика у наших мужчин происходит, потому что они много лежат, мало двигаются и много едят продуктов, которые имеют большой процент жирности. А продукты, имеющие большой процент жирности, они подавляют выработку тестостерона в крови у мужчины. Соответственно, это один из самых важных параметров. Это достаточное количество движений, потому что это мужчина. В древности он очень много двигался, гораздо больше, чем женщина. Это здоровый образ жизни. Второй момент. Это, конечно, здоровое питание, безусловно. Вот я хотела бы обратиться к здоровому образу жизни. Естественно, то, что падение тестостерона, вот изначально наш круглый мужчина лежит на диване, у него низкий уровень тестостерона, и совершенно есть прямая связь между его настроением. Пониженный тестостерон ведет к апатии, как утверждают физиологи. То есть мужчине такому очень трудно заставить себя подняться с дивана и, в общем, начать, уже так сказать, двигаться в сторону какого-то стройного тела или там какой-то мышечной массы набора, да. Значит, ему нужна какая-то сильная мотивация. Можем ли мы сейчас привести примеры такой мотивации? Я думаю, что одна из мотиваций – это понимание, что если мужчина не будет иметь достаточного количества тестостерона, а тестостерон вырабатывается у мужчины в количестве 11 миллиардов молекул, если это количество будет меньше, то будет происходить следующая вещь. В организме мужчины женский половой гормон экстраген точно так же присутствует, просто он там должен присутствовать в очень маленьких количествах. Когда тестостерон не вырабатывается, экстраген берет на себя большую активность, его становится намного больше, и физическое тело мужчины вначале начинает обретать такие качества, как женское тело. В женском теле экстраген как гормон, он отвечает за функцию накопления лишнего веса. Известно, что женщины, они способны откладывать внутри жир, мужчины с жировой прослойкой, естественно, нормальный мужчина, не страдает. То есть только у женщин есть целлюлит, животик, бедра, то, что вот у нас как бы очень, это отдельная тема, нас очень мучает. Соответственно, когда мужчина, его тестостерон понижается, экстраген начинает превалировать, то, к великому удивлению, появляется животик, появляется лишний вес. Параллельно с этим что происходит? Раз тестостерон падает, у человека падают амбиции, у человека падает жесткость, у человека падают нормальные, мужественные качества, даже качество собственничества, даже качество того, что он будет защищать свой дом. И в конце концов, следующий этап после этого, это начинается развитие вторичных половых признаков. Действительно, начинает расти грудь, набухать, как у женщины. Сейчас это огромная проблема, мы знаем такую вещь. Возникает, к сожалению, такая вещь, как рак простаты, именно из-за нехватки тестостерона. Из-за нехватки тестостерона развиваются болезни, частично это влияет на пищеварительную систему. На сердце, очевидно. На сердце будет влиять, да. Мне кажется, мотивация достаточно сильная, это угроза жизни, потому что кого-то в апатичном состоянии может и не трогать, то, что у него гинекомастия, там развивается грудь, и какие-то вторичные половые признаки женские. И то, что он даже не будет продолжать свое потомство, не является, может быть, достаточной мотивацией. А то, что его жизнь внезапно оборвется из-за того, что у него разовьется сердечная недостаточность и инфаркт, то, может быть, стоит об этом задуматься. Не случайно теперь действительно, наверное, очень ранняя смертность по сердечно-сосудистым заболеваниям. Ну вот мы как-то все это свели уже к медицинской теме, а вы коснулись диеты, да? Вы сказали о питании. Сказали о здоровом образе жизни. И мы сказали, что это должно быть достаточное количество движений. Будь то спортзал, будь то пробежки на улице, будь то плавание, будь то какие-то восточные йога, может быть, гимнастика, что-то еще. Но лучше всего, если будет и большая физическая нагрузка, пробежка или спортзал, и какой-то вид гимнастики, йоги или цигуны, или что-то еще. Вот момент питания. Дело в том, что некоторые продукты, которые сейчас выпускает наша пищевая промышленность, ну я прекрасно понимаю, и все мы понимаем, что пищевая промышленность не со зла это делает, это необходимость накормить огромное количество людей, но то, в какой форме сейчас пищевая промышленность нам доносит продукты, к сожалению, стало разрушителем для наших мужчин. Например, мужчина как самец, как добытчик, должен обладать качеством агрессии, должен вырабатывать тестостерон, для этого ему необходимо определенное количество мяса. Не очень большое, потому что если современный мужчина не работает, как древний мужчина, то есть не ходит на охоту, то есть нагрузку большую не получает, то некоторое небольшое количество мяса в количестве 100-200 граммов в неделю, это достаточно, но оно должно быть. 100 граммов в неделю? Ну, учитывая, что современный мужчина что делает? Сидит в машине, за компьютером или лежит на диване? То есть если он физически много работает и ходит в спортзал, эта доза увеличивается. Но мы сохранили привычку с древних времен мясоедства, в особенности те города, где зима хорошая, суровая. То есть мясо необходимо нашему телу, вообще любому мужскому мужскому. Можно сказать белок? Белок, но и мясо, потому что соя еще хуже, на мужской организм влияет. Поэтому вопрос стоит за мясо. И если у нас тяжелая экология, то мясо тоже немножечко нужно, потому что оно помогает бороться с тяжелой экологической средой. Наша пищевая промышленность, вырабатывающая мясо, для того, чтобы было больше, больше мяса вырастало, у нас здесь сейчас очень такие хорошие толстенькие свинюшки, толстенькие коровы, да, и замечательные бройлерные курочки. А никто из жителей нашей страны, в том числе, не задумывается, почему резко простые, тощие советские куры стали толстыми и замечательными бройлерами. Для того, чтобы изменить метод накопления мышечной массы, то есть жировой прослойки в животном, ему в питание добавляют женский половой гормон, экстраген. И все мясо, которое сейчас запускается вот в большом промышленном масштабе, на гормонах, как говорится. На гормонах абсолютно. И когда наш любимый мужчина, у которого есть гигантская привычка мясоедства, два-три раза в день, раз хотя бы это минимум в день, плюс, соответственно, он кушает вот это вот мясо, он мало двигается, и плюс кушает это мясо, наполненное гормоном, женским эстрагеном, соответственно, что будет происходить? Эстраген, попадая в организм, запускает все эти процессы, о которых мы выше сказали. Это один из самых страшных факторов. Поэтому, если человек является мясоедом, то первый ему совет может быть. Покупать мясо только то, в котором вы уверены. Возможно, это ваша бабушка в деревне живет, или там мама где-то выращивает ту же самую курочку или что-то еще. Или снизить на нет потребление мяса, то есть до минимума. А минимум сейчас для мужчины 100-200 граммов в неделю. Реально, потому что он мало двигается. Второе, это много двигаться. Это тоже помогает, потому что, когда мы заставляем нашу мышечную массу работать, мужчины, то тот самый лишний гормон, он начинает выводиться наружу. Мы начинаем помогать проявляться тестостерон за счет большой физической нагрузки. Происходит борьба в организме, экстраген начинает выходить. Но при этом есть еще один немаловажный фактор. Это нужно пить достаточное количество воды. Потому что, когда организм работает и начинает выгонять этот лишний женский гормон, он собирается в почках. А современные люди пьют очень мало воды. То есть доза воды – это 30 миллиграммов на 1 килограмм веса тела. Практически мужчина должен выпивать 2,5 литра воды для того, чтобы дренаж через почки был достаточный. Если этот дренаж происходит, то гормон, который осаждается в почках, он выводится наружу вместе с мочой. Но современные мужчины пьют больше, скажем, пива и чая, чем воды. А пиво с чаем производит совершенно другой эффект. Ну, пиво, оно… Повышает экстраген. Повышает тоже экстраген, безусловно. Чай очень сильно закисляет организм. То есть еще и доносит вред крови человека и печени человека. А если он пьется в тех дозах, которые пьют в нашей стране. Если это китайцы, которые пьют маленькое, вот такую к чашечку, то это совсем другой процесс. Поэтому здесь параллельно – это, конечно, достаточное количество выпивания простой, чистой воды. Хорошо. А за счет какого тогда белка мужчинам предстоит наращивать мышечную массу? Ведь, естественно, какое-то питание мышцам мы должны давать. Мы исключаем сою, поскольку она тоже повышает экстраген. Мы исключаем мясо. Либо мясо заменяем на какое-то более хорошее. Вы знаете, что интересно, бараны не едят экстраген. Их никак не могут накормить вот этой вот добавкой к пище с гормонами. И у коровы на них не действуют. С украми сложно, наверное. Они ходят по горам. Я этого не знала. Я просто первая. В основном кормят экстрагеном, добавкой тех, которые этому подвергаются. Это куры, это утки, это свиньи и это коровы. А бараны, лошади, они не входят в массовое производство. Кролики, например. Это никто не знает, что такие гигантские усилия, чтобы кормить их гормоном. Может быть, это будет выходом. Все-таки выходом еще будет большая физическая нагрузка. Это во всех планах будет позитивно для человека. Ну и может быть, это не так сложно. Учитывая, что огромное количество мяса, которое сейчас едят, оно действительно не нужно и наносит большой вред. Может быть, стоит покупать, все-таки находить возможность мяса более хорошее. Ну, в принципе, выход возможен. Особенно если возвратиться к той ситуации, когда мужчина лежит на диване и женщина работает, она может ему не покупать мясо вообще. Очень замечательно. Один из прекрасных моментов, если мужчина, лежащий на диване, начнет меньше есть. Тогда появится мотивация уже. И легче будет тело поднять и побежать в парк побегать. И разовьется еще прекраснее ситуация, когда женщина будет работать по дому, ходить на работу, а мужчина будет заниматься своим великолепным телом, лежать на диване, смотреть телевизор, заниматься собой. И в итоге зачем ему в конечном итоге идти зарабатывать, когда он так чудесно ведет прекрасную жизнь? Ну, если женщина дойдет до того, что она видит, что человек не делает активности, и она продолжает его содержать, то, конечно, к этому придет. Нет. Ну, вот, предположим, он будет повышать свой уровень тестостерона. Это проявит его амбиции, понимаете, и желание чего-то в жизни сделать. У него появится зрелое, нормальное, жесткое состояние, защита своего дома, защита своей жены и амбиции. А не кажется ли вам, что, может быть, ситуация еще заключается в том, что вот эти вот амбиции, предположим, да, и желание что-то сделать, оно должно сопровождаться еще эмоциональным ростом каким-то. Потому что если мужчина внутри, он себя чувствует на уровне ребенка, о котором все равно все должны заботиться, и каждый виноват в том, что он еще вот лежит на диване и не достиг там вершин, которые мог бы достичь, то вот этот уровень тестостерона лишь подхлестнет его, в общем-то, агрессивность какую-то, и она не найдет выхода в деятельности. Вы знаете, здесь вопрос немножечко, вот он будет развиваться таким образом. Когда у мужчины недостаток тестостерона в крови, но мы смотрим телевизор, мы видим телесериалы про мужчин, которые, ну, там, мир защищают, они какие-то герои. При этом воспитание, школа, газеты, каждому мужчине говорят о том, что он должен быть патриотом, он должен быть сильным. То есть нехватка тестостерона, он падает. С другой стороны, мы видим противовес, вот накручиваясь, вот эти вот качества, что мужчина должен, он обязан, такие фильмы, такие фильмы, так все. У мужчины появляется другая вещь. Он начинает вот тут становиться очень агрессивным. И это не та зрелая агрессия, которая, когда есть тестостерон, она подталкивает мужчину пойти зарабатывать деньги, ну, как в лесу добывать добычу. То вот в такой ситуации мужчина, пытаясь неправильно действовать, к сожалению, пытаясь себя поднять, он начинает действительно кидаться на свою жену. Действительно, он может начинать только прикладство, то есть ударять, унижать, реально унижать, то есть как вот женщины жалуются. Мало того, что она все делает, он еще и говорит, да ты, да вот, и так далее. Сексуальное насилие появляется. Это потому, что тестостерона не хватает, да, идет прессинг, что мужчина должен, он ничего не делает, чтобы тестостерон появился, и он как бы пытается решить эту ситуацию, агрессии ненормальной, она даже не животная. Даже животное такая агрессия неосвойственна. Ни одно животное не будет бить свою самку, ни одно животное не бросит своих детей. А здесь из-за нехватки тестостерон, и постоянно вот такое, ну, к сожалению, давление морального и политического, мужчина в действительности начинает бить самку, женщину свою, потому что, отметим, ему кажется, что он сильный. Вот в чем беда. Я чувствую, что здесь гораздо, в общем-то, все сложнее, чем мы с вами в начале нашей беседы обозначили, но... Мы не закончили своим пропитанием. Большинство продуктов, которые мы сейчас кушаем, они соленые, и соль, которую мы употребляем, это минерал, который добыт при помощи, ну, из воды... Натрий хлор. Да, натрий хлор, безусловно. И этот минерал очень плохо вымывается из организма, из-за чего у нас появляется, ну, отложение солей, ну, это в обычном организме, в женском, то же самое. И наличие этого натрий хлора, избытка в организме мужчины, оно тоже влияет на выработку тестостерона. То есть излишнее количество соли нужно заменить природной солью, которая есть в морских водорослях, в кабачках, в огурцах. То есть мужчине нужно есть больше овощей и фруктов, в особенности овощей сырыми, не подвержены термической обработке, тогда нужный уровень соли, который нужен в организме, придет через природную соль. Она уже не будет откладываться в суставах, она уже не будет носить вред организму. Для мужчины это более жесткий параметр, чем для женщины. У женщины с избытком соли, ну, не происходит, порой имеют падение тестостерона, поскольку его мало в организме. Еще один важный фактор, очень сейчас, к сожалению, очень серьезный фактор, это огромное количество сахара в организме мужчины. Опять же, на женский организм влияет меньше, на мужской сильнее. Рафинированный сахар. Именно сам сахар имеется в виду сахароза. Нашему организму нужна глюкоза, которая содержится, действительно, во фруктах. То есть во фруктозе, во фруктах. А то, что мы употребляем сахар, вот этот вот белый сахар, который мы сыпем в чай, или мы покупаем, к чему мужчины сейчас очень привязаны, это напитки. Кока-кола, пепси-кола, ну, и весь ряд этих шипучих, сладких напитков. Там огромная доза сахаров, и получается, что эти сахара, которые употребляет мужской организм, беда-то в чем? В химический процесс этот сахар не уходит, то есть в эти химические реакции на утренние клетки вводятся из организма очень плохо. Поэтому убивает развитие тестостерона, ну, а в крайнем худшем случае, это, конечно, сахарный диабет. Ну, это уже у обоих полов появляется. Поэтому есть необходимость, вернее, поскольку у мужчин есть необходимость есть сладкое, потому что именно глюкоза является той силой, которая дает активность сперматозоида. Если нет глюкозы в организме, то сперматозоиды очень слабые, они достигают своей цели. Но нужно заменять. Да, нужно заменять. Фрукты, большое количество фруктов, причем сырых, свежих, не вареных, не вареньев, ничего. Мед. Действительно, мед и фрукты. Вот это важный момент. И еще один очень жесткий момент, но, наверное, все сознательные люди уже его уловили, это, конечно, питаться в фастфудах. Про это уже очень много говорят, потому что все продукты фастфудов... Ну, мне кажется, уже не любят люди питаться в фастфудах. Ну, в средней очереди все еще видны в этих... Ну, в общем, плюс фастфуды, потому что там гигантское количество сахаров, пережаренные жиры, очень жирная пища, ну и все соленое и так далее. Вот. И еще один момент сюда будет, это алкоголь. Да, кстати, очень актуальный алкоголь. Очень актуальный вопрос. Конечно, мужчина, употребляющий алкоголь, будь то пиво, будь то другой спиртный напиток, он чувствует повышение тестостерона. Действительно, химический тестостерон повышается в ближайшие 20 минут на несколько процентов. Поэтому возникает, ну, сексуальное желание, там и так далее, бравада, что он все может, замечательно. Но через эти 20-25 минут тестостерон начинает резко падать, причем практически в половину. И потом восстанавливается до нормального уровня только в течение трех или пяти дней. То есть очень большое время. Если мужчина съел, например, много жирных продуктов, то тестостерон разово упал, ну, на сутки, на полсуток. А если он выпил алкоголя достаточное количество, то это 3-5 суток когда тестостерон падает и не восстанавливается нормальное количество. То есть жирные продукты, алкоголь, фастфуд, излишек соли, сахар, который просто сахар, а не глюкоза, и мясо, соя. И гинекомастия вам обеспечена. Да. Если все это кушать, то... Ну, в общем, мы нарисовали такую безрадостную с одной стороны картину, но с другой стороны она тоже внушает оптимизм. То есть с точки зрения, что если мы предположим нашу утрированную картинку, когда мужчина лежит на диване, не двигаясь и смотрит телевизор, значит, мы должны ему приносить просто-напросто побольше фруктов. Ну, какое-то очень хорошее мясо. И говорит, да, значит, займись дорогой физкультурой, слепи себя атлета. И, в общем... Есть шансы, да, что этот толчок, который женщина может сделать, то есть она прекращает его унижать, она прекращает проявляться как та, которая подкаблучника сделала. Она помогает ему правильно питаться, пытается его подтолкнуть на то, что бы он занимался спортом. Если мужчина еще способен на такие поступки геройские, он действительно встанет, пойдет бегать, будет что-то делать. Если вы увидите, что это все не сработало, тогда надо учить и не задуматься. Вот вы знаете, Алла, я слушаю вас, в общем-то задаюсь вопросом, а не проще ли нам, когда мы уже видим вот перед собой образ сформировавшейся мужчины, достаточно такого слабого существа, как мы с вами обрисовали, в общем, все пессимистично, в достаточно тонах, может быть, имеет смысл уже не исправлять в какой-то степени вот этого мужчину, а обратить внимание на подрастающее поколение, чтобы дети уже вырастали. Значит, мальчики мужественными, женщины женственными. Какой-то им стереотип поведения должен закладываться в семье. Может быть, мы можем что-то посоветовать родителям? Конечно, безусловно. Действительно, картина очень печальная. Будем говорить о хорошей картине. Сейчас при воспитании детей допускается много нехороших вещей, прямо скажем, тяжелых ошибок. Воспитание, конечно, и мальчиков, ну, девочек, в том числе мы сейчас говорим о мальчиках. Но мамы воспитывают мальчиков маленьких, и они их продолжают воспитывать на протяжении всей жизни, они видят в них мальчиков. Да. В первую очередь, любая мама должна понимать, что для мальчика очень важное качество это самостоятельность. Очень важное качество это мужественность, возможность добиваться своих целей. Поэтому очень страшно, когда наши мамы, не понимая этого, прививают детям такое качество, как найти виноватого. Делается все очень просто. Давайте нарисуем простую картинку, очень простую. Бежит ребенок по комнате, маленький, он только недавно научился ходить. Он спотыкается, например, стоящий рядом стульчик или что-то еще, и падает. Падает рядом и стульчик, например. Мама, слыша, что ребенок шлепнулся, подбегает, поднимает его, начинает его жалеть, дуть на коленку, говорить, ой, давайте поцелую. То есть вроде бы все хорошо. И когда надо отвлечь ребенка от боли, она говорит о том, что стульчик плохой, давай по стульчику постучим. И вместе ему по стульчику стучим. Внимание ребенка переключилось, стульчик плохой, виноват, из-за стульчика я упал. Ребенок дальше отвлекся, порадовался, еще мама прибежала, поцеловала, подула и побежал дальше. Подсознание человека работает таким образом, что первичная реакция на какую-то ситуацию является матрицей. На протяжении всей жизни эта матрица, если не будет особых психологических техник или ребюфинга или подобных серьезных вещей, эта матрица меняться не может. Стало быть, постепенно, да, это будет развиваться, развиваться, развиваться. И по взрослом возрасте мужчина сталкивается со сложностью. Например, он пришел устраиваться на работу. И наверняка в первом месте студенту, который только что окончил вуз, откажут, скорее всего. Что будет происходить внутри этого человека? Такая же реакция. Значит, кто-то виноват. Он возвращается домой и говорит, все, ректор плохой, институт нехороший, меня не оценили и так далее. И когда у него включается позиция, что кто-то виноват, значит, мне нет необходимости добиваться чего-то самому. Вы знаете, была у меня интересная история на тренинге, когда просто из-за того, что ребенка не с кем было оставить, привели ребенка на тренинг. И он спокойный такой, бегал, бегал, все занимались упражнением, которое было преподано. И ребенок бежал, это спортзал был, поэтому ни коврового покрытия, ничего. Бежал, бежал и упал. И по стечению обстоятельств я стояла ровно за спиной мамы, а люди стели в кругу. И вот интуитивно чувствую, что сейчас будет естественная реакция, что мама сейчас встанет и побежит к ребенку. И я кладу руки на плечи этой маме и говорю, ну, тихонечко, спокойно. А ребенок упал, поднимает голову и смотрит. А я вслух говорю, молодец, вставай, беги дальше. И все люди, стеющие в круге, начали смеяться, говорят, о, молодец, вставай. Мама, естественно, в русле со всеми говорит, молодец, вставай. Ребенок ударился боль. Реально. Пол, паркет, да, наше спортивное зало, она бежала и упала. Соответственно, ребенок поднимается, начинает смеяться и бежит дальше. И бежит дальше. То есть, воспитание очень важный момент мальчиков таков. Если ваш ребенок, тем более он падает всегда, когда он научился только ходить, вот самые-самые моменты в закладке программы, он упал, не надо к нему бежать, не надо его поднимать. Нужно сказать, хорошо, вставай, иди куда шел. Стульчик подними, раз ты уронил стульчик. Почему тут стульчик? Разве он виноват, что ты за него заткнулся? Поставь стульчик и иди туда, куда ты хочешь. Если он заплакал, наоборот сказать, а что ты ревешь? Вставай, ты же шел куда-то, но подумаешь, такая мелкая трудность. Вставай и иди. То есть, это обязательная вот такая самостоятельность. То, что характерно нашим современным мамам, они заботятся о маленьком ребенке, они заботятся, когда ребенок стал взрослым, они заботятся о нем, когда он стал уже совсем взрослым, даже свою жизнь создал. То есть, это не что иное, как разрушение будущего мужчины. Поэтому самостоятельность. Ни в коем случае не приучать к тому, чтобы ребенок находил где-то, что кто-то виноват, чтобы он находил постоянное оправдание и усиленное воспитание вот этого чувства собственного, что он что-то может достичь. В этом очень сильно помогает развитие индивидуальности ребенка. Задумайтесь. У каждого родился индивидуальностью. Нет ни одного, у которого бы не было уникальных даров у ребенка, у взрослого. Понаблюдайте за ним. Оставьте себе такое время. Я понимаю, что у мамы много забот, времени мало, если ребенок сам заигрался, ну и слава Богу. А вы понаблюдайте за ним. Посмотрите, что у него проявлено больше. И начните это помогать ему развивать. И тогда вот то, что в человеке откроется в ребенке как индивидуальность, будет помогать ему, конечно, найти свою стезию в жизни, ему будет гораздо проще. Еще один важный момент. Это физическая активность. Мы же говорили, но мужчин-то очень сильно действует. Привычка. Очень, да. А привычка закладывается с детства. Плюс еще и питание опять закладывается с детства. То есть вот бы хорошо мамам уже правильно кормить детей. Ну так, что же у нас получается? Ребенок бегает, шумит, кричит, все китает, разбрасывает. Там еще и папа лежит на диване, ему это мешает. Там еще какие-то аспекты. И есть такая очень нехорошая черта, которая проявлена у вас временных мам. Ты посиди, успокойся, полежи. Давайте я телевизор включу. Компьютер. Компьютер, да. Он видит яркую картинку, он видит действия, которые движущиеся, объект на экране. Это, естественно, фиксирует внимание любого человека, а ребенка тем более. Он становится каким? Он садится, ему больше ничего не нужно. То есть возникает инстинктивная причина, привычка к покою, к состоянию, когда тело не двигается. И поэтому, когда в взрослом возрасте мы предлагаем человеку пойти побегать или пойти в поход просто, нам на отдых в воскресенье. Он говорит, да ладно, кино лучше посмотрим, по сниму телевизора. И в питании какая вещь интересная. Мамы очень любят детей, как бабушки обожают детей кормить, любимых внуков. Аладушками. Аладушками. Ну, всем не очень полезным, сладенького обязательно. Да, вот с детства сам вот приучается к сладенькому. Не кормите ребенка насильно. Никогда не бегайте за ним с ложкой. Никогда не усаживайте его насильно за стол. Не кормите его по часам, там, проголодался, придет поезд. Есть такой принцип. Нельзя ребенка кормить насильно, проголодается, в любом случае придет. Захочетесь, он скажет об этом. И никогда не заставляйте ребенка насильно сидеть или ложиться спать. Чтобы ребенок действительно уже вот нормально уснул, а не надо было бы его убаюкивать, сказки рассказывать. Он просто должен свою физическую энергию потратить. Убегаться, упрыгаться, ускакаться. Ну, поговорите с соседями, пусть они потерпят. Когда немножко ребенок попрыгает и поскачет побольше, с ним погуляйте. То есть, очень большая ошибка это приучать к тому, что кто-то виноват. Очень большая ошибка это все делать за ребенка, лишать его самостоятельности. Очень большая ошибка перекармливать, насильно кормить. Очень большая ошибка лишать ребенка двигательных возможностей. Поэтому, чем раньше какой-то спорт, какие-то движения, чем раньше питание будет только правильное, то есть, свежими продуктами, овощами, фруктами, долой там всякие чипсы. Ну, это же тоже фастфуд, понимаете, да? Все это убрать. Сладкие напитки ни в коем случае. Вот все эти кока-колы, которые дети очень любят и привязаны к ним. Чем здоровее будет питание, чем здоровее будет здоровый образ жизни ребенка, тем у нас больше шансов, что он вырастет нормально. И как только возникает возможность, что ребенок... Что он вырастет мужественным мужчиной. Мужчина, да. Как только возникает возможность, что ребенок способен чем-то зарабатывать деньги. Обязательно. Он это должен делать. Вот уже даже, может быть, 14 лет тому, он же может газеты разносить или рекламу раздавать. В этот момент надо обязательно ограничивать покупки, которые вы ему даете. Нельзя давать все на блюдечке. Заработал? Купи тогда то, что ты хочешь. Ну и, конечно же, институт, работа. Очень любят родители и бабушки с дедушками поддерживать своих взрослых детей и внуков. Бабушки с дедушками на даче работают, когда им бы как раз уже посидеть на лавочке. Устраиваются еще на 5 работ. Мамы считают должным с папами купить квартиры своим детям и обеспечить им обучение. С одной стороны, все классно, все замечательно. Мы хотим, чтобы они жили счастливо. Но счастье это будет невозможно, если они ничего не умеют добиваться сами. Поэтому вы-то счастливы. Почему? Сколько вы добивались? Своей квартиры, своих возможностей в жизни, своей работы, как отстаивали свое право на индивидуальность. Дайте шанс своим детям вырасти нормально. Дайте им такой же шанс добиваться в жизни самим. И тогда с тестостероном будет достаточно хорошо. И действительно у нас вырастет очень сильное, хорошее, здоровое поколение мужчин, которые будут и государством управлять хорошо, и жен своих обеспечивать. Следующее поколение еще и здоровое вырастет, потому что оно будет от здоровых мужчин. И многие проблемы, которые у нас есть сейчас, в том числе и преступность, будут позитивно решаться. Раз тестостерон в норме, срочнее надо проявлять неправильную агрессию, то есть убивать кого-то или унижать, или бить. Соответственно, и будет уже здоровая даже атмосфера между людьми. Ну, таким образом, мы сегодня обсудили в связи с тестостероном множество аспектов, начиная от неправильного питания и кончая политикой партии государства, и здоровье наших детей. И я думаю, что нашим зрителям было бы очень интересно, но пришло время нам попрощаться. Спасибо огромное. Я желаю всем детям быть здоровыми, всем женщинам, чтобы у вас были очень мужественные, прекрасные мужчины, и всем мужчинам становиться мужчинами, которым мы будем гордиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова